Я лучше заново тыкнул. Короче, у нас тут очередная игра в рамках WCA. TH играет против HLA. И TH исполняет секретную стратегию времен 2004 года. Или 2004, наверное, она появилась. Все в ладере так катали на Эхуайлл с Хумами. Прибегают строить вышки. Я так ржал над ними, потому что уже тогда у меня был билд. Первый барак, а потом алтарь. Кстати, здесь такая же тема, потому что мы видим, что подстроился HLA. Он ожидал чего-то. У него тоже первый барак и алтарь. Но алтарь почему-то он построил рядом с вышками. Это один из косяков. В принципе, даже после того, как если вдруг у тебя что-то не получается, ты выкапываешься и идешь ставить на натурал базу. И все. То есть у него все равно позже герой. У него нет футменов, в принципе, как юнитов, потому что он не строит барак. От чего Арча сачкует, я не понял. Можно взять беста, можно взять тинкера, можно взять фаерлорда даже. Ну, как-то странно очень. Ну, хотя Арча там вряд ли бы убила что-то. Все, и три вышки работают. У Хлы есть... Какой-то план. Фаерлорд, окей. Фаерлорд нужен как раз, чтобы прийти и убить. То есть, если нет магической вышки, кстати, он ее мог успеть построить, если бы не строил третью башню. Ну, тогда все, это гг. Очень странный билд у Тяши. То есть он мог построить две реально вышки, а не три. И сейчас третья вышка была бы у него на мэне. И это было бы значительно круче. А сейчас как отбиваться от Фаэла, решительно непонятно. Менты не справятся. То есть огненный элементарь, в чем его прелесть? Пол дюжину... Надо гиспом вытаскивать и дерево сэвить. Все, огненные лемы, плодись и размножайся. Да ладно, он мэн, что ли, отдает? Мэйн отдал. А, и здесь сразу отстроил. Окей, то есть такой план. Меняются мэнами, ну и виспов не... Какой трэш вообще творится? Что ты делаешь? Вот так вот сделали все. Негодуя тоже. Комментаторы китайские. Фаэрлорд. Ну, покажите, что вы делаете. Вот здесь вот, да. Нужно добивать мэйн. Алтаря нет, рабочие возвращаются. А рабочие просто ждут, когда... Когда элементария закончится. Попытка достроить алтарь. Размножился элементарь. Это очень хорошо. Вот уже да, да. Уже сложнее. Ментов на самом деле очень много. Неужели они будут... Не хватает просто бабла сейчас с чаши на базу. Даже близко. То есть у него не хватает ни леса, ни золота. Я бы вышел, если честно. Просто взял сейчас бы и ливнул. Написал бы... Не, без ГГ просто даже. Просто взял бы сейчас и без ГГ ливнул. Да ну к черту все. Этих эльфов читерских достали уже. Вроде убиваешь им мэйн, но они как-то берут нейтрального героя. И все. А ты типа нейтрального героя взять не можешь. Так, ну тут попытка убить мэйн, и вроде как получится. Ну а толку, в конце концов? Все могут взять. Все могут взять и... Ну, в смысле, все могут... Блин, что я хотел сказать-то, господи. Не взять нейтрального героя. Даже если он убьет этот мэйн, ничего такого критичного не случится для эльфа. Причем оно еще не добьет это дерево. Сказывается все-таки, что я не привык вставать так рано. До сих пор не проснулся. Фейл там отстреливается, Арчи лечится. Арчи, кажется, побежала на вышке. Отдалась, да, только что. Все, есть мэйн. Бестмастер у Тиаша. Все. А как он достроил этот алтарь? Вот я так и не понял. Вот это очень серьезное упущение, потому что с бестом отбиться-то можно. Как так? Размножается. Очень-очень-очень-очень близкая игра. И не факт, что выиграет Хла уже. Ну, совсем не факт. Ну, потому что добыча идет, потому что каким-то макаром бист. А вот я бы уже ливнул, представляете? Все, я бы уже... Мне писал БГГ и вышел. Телепорт. А, куда его это? Ой, виспы. Шикардос, виспы. Последняя битва, ребят. Последняя. Фейерлорд шикарно стоит, руками машет, арчи прячутся, чтобы... И нельзя подойти к ФЛ, никто не может пойти. Вызывает Лема. А как видит? Зачем он там высунулся? Да, элементали, к сожалению, только бьют. Все? Хла проиграл? Да, Хла проиграл. Бывает. Наверное, надо было алтарь не давать, достраивать. Капец. Он причем еще мог мейн спасти. То есть выкопаться, взять виспов с собой, пятерых, виспы там чинят-чинят-чинят пятером под мунвеллами. Дерево так медленно, оно уходит от вышек. Или подставить под... Ну, хотя да, это подставить... Я в шоке просто. Я просто в шоке. Как? Как? Там была ситуация. Алтарь на одну пятую достроен. Из армии у Тиаши есть только 9-10 рабочих. А у Хлы фэрлорд, настроившийся мейн, три арчи и пять виспов. Офигеть. Как? Как? До сих пор понять не могу. Но игра действительно классная, потому что она абсолютно нестандартная. И нестандартная в плане начала. Ну и развитие получило такое непредсказуемое. Ему нужно было стандартно, но арчи убивать тауры. После виспов арчи в лимите 20, дх брать непонятным. Там есть несколько вариантов. Отдача героя. Там можно действительно и дх с пассивкой брать. И тинкера можно брать. тоже отдавать с двумя фактами его. Хороший танк получается. И потом хорошо смотрится с пушем Кумана. Даже несмотря на магическую вышку, рабочий хорошо убивает. Такие вещи... Ну я подзабыл уже на самом деле, как отбиваться наиболее эффективно. Тиаш берет МКУ. На ТСе явно нацелен на Эксп. Но стоит справедливости ради сказать еще что... Еще раз акцентировать внимание на том, что Тиаш мог не доводить до такого развития событий, если бы просто раньше поставил вышку у себя на мэйде. Даже магическую. Не обязательно гвардовскую. Магическая вышка чисто против Фээла и против элементарий. Вместо... На те деньги, на которые он загрейдил... Он же еще четвертую башню поставил за 20-30 на этом... Или за 20-20. И ее вообще не грейдил. В определенный момент было просто уже понятно, что... что не собирается за свой мэйн сражаться. Тут криппинг. Слушайте, это Хуман на Хуман. Отлично просто. Я взял, пропустил тот момент, что... как бы... Что Тиаш решил... Господи, что... Я вообще запутался. Тиаш в прошлое играл с Хуманом. Взял Биста и застраивал. Сейчас он взял МКУ. Также играет за Хуманов. Разобрались. А Хла свичнулся в... С эльфов Хуманов. Фух, разобрались. МК с большой бутылкой маной. Непривычно, конечно, что на таких левелах есть два человека, которые могут... Тя, что в принципе, мог к эльфов поставить. То есть, если бы он захотел, он мог поставить эльфов. Была бы вообще полная шизофрения. Оба поменяли расы в обратном порядке. Да, при том, что Хла вообще андет основная раса. У него... Действительно, как сообщает Куэст, да дичь просто. Просто дичь. Такие игроки очень редки. Которые умеют на проуровне играть за рандом. В России таких было крайне мало. А с Мадеи в Старкрафте Карма играл за пару раз. Абвер играл отлично за рандом в свое время. Очень хорошо играл за рандом. А, ну и Андрюш Соболев тоже. Он же играл и за андедов, и за орков, и за эльфов. Хуже всего, играл за хумов. То есть, именно Дэдман играл именно очень хорошо за эти три раса. Очень хорошо. Да, Хав, к сожалению, есть запись. Зря я спойлерю. Не задавайте вопрос, не провоцируйте бобра. Слушай, сейчас очень все плохо. У Тиаши, у него крайне битые футы. Он строит лавку прям под носом. Это такой провал. Терпят рабочие. Отменяется лавка минус два раба. Где лечится Эмкея? Непонятно. Он может, конечно, откидать молотков миллион, но начало провалено. Т1 против Т1. Но здесь база достраивается. А тут непонятно, как отбиваться. Магазин строится сейчас на мэне. Достроился, точнее, уже идет реген. Пошли молоточки, минус один футмен. С ментами в бой идет. Время работает, безусловно, на хлу, потому что эксп уже добывает золото. Так, 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 так. Попытка снова с ментами на этот раз закрепится, но хлан находится рядом, прогулялся под магической вышкой. Архмак, у которого 435 маны максимум и 0 на руках. 5 минутов. А, со шедером, видимо, да? Да, шедер нужен. Шедер нужен, потому что ставить надо эксп, рабочие умирали, да и докрепить эту точку было бы не лишним. Кстати, МК-то должен быть четвертым, да, уже четвертый, хорош. Ну, эти 5 рабов должны бежать, просто ставить базу сразу же. Шедер идет добывать лес, а и обеспечивать, собственно, древесиной потребности экспанда и, ну, в общем, все, что нужно. А рабочие пошли выстраивать. Но, опять же, повторю, уже где-то минуты-полторы разница. а это сумма близкая к косарю по золоту. Так, заходит сейчас тяш на базу, там вышка не до грейджины. Можно, кстати, тролля забрать сверху, на развороте молотком. Так, хдыщ, не, не хочет. Или футмены. слишком много тут дэмэджи и от элэма, и от шредера, который подошел. Ботинки бы приобрести, вот я что хотел бы. Но ботинки, они должны были откатиться, уже можно было приобрести, конечно же. Денег нет из-за того, что экспо строится. Кризис. Минус футмен. Дефенс там уже есть. Классно. Футы с дефенсом далеко, конечно, не уйдут, но зато вот не получают такого серьезного урона от элементарей, троллей и прочих пирсинговых товарищей. О, стоп, стоп, стоп. Нет, я имел в виду стоп не к трансляции, а стоп к к рабочему. Откуда он взялся? Видимо, ферма на таверне или что-то в этом роде. А-а-а. Ага. Это к лагерю наемников. Он сходил и закупил, видимо, живность такую. Тролль с огром работают. Ой. А как насчет молотка? Да, минус футмен. Очень битые тролли. Шредер нарезает. Что с экспэншном? Покажите с экспэншном. Достроился. Хорошо. Сейчас молоточком огру солдата забирать надо. Бах. Баш еще срабатывает. Второй молоток не стоит жалеть на него. И магическая вышка достраивается аккурат в тот самый момент, когда приходит архмак и угрожает этим самым вышкам. очень близкая игра. Не стоит лезть сейчас на мой взгляд Тиашу. Не та у него позиция, хотя он лезет и почти убивает. Пятый МК? Ну это сейчас ваншоты просто будут летать. Очень нужна мана, очень нужен реген, бутылки и прочее. Пятый МК в такой ситуации это страшное оружие. там у того же самого архмага улетает сразу треть хп. Даже чуть больше, чем треть хп. С учетом резистов даже. Я думаю, надо забить. Хотя футмэн до футмэна достреливает, кидает. Кажется, 350 молоток наносит на третьем левеле. То есть с учетом резистов цифра будет что-то вроде 70% от 230 2,3, 100 нет, какой 100, господи, что я несу? 7 на 23 умножить. Нет, неправильно. Короче, вы посчитаете. Я уже слишком стар для этого. В это время раз происходит сражение, как вы видите. Я просто в чат поглядываю, думаю, сейчас увижу число и скажу да. МК начинает давить. То есть у меня есть запас по мани 161 нет. Ну, как бы не похоже на правду. то есть похоже, но нет. Очень странно. Неправильно. 70% от 320 на 35. Почему 23? 35, 7 на 35. 180 плюс 35, да? Да, 35, 35. Да. То есть 215. 245? 245, пацаны, посчитали. 245. Все, на этом мы порешим. Хватит. Хватит позориться с математикой. Вообще не соображаю с утра. Чем считаем? хороший вопрос. Короче, 245. У Архмага хп сейчас где-то 600 с хвостом на 4-м на 5-м левеле. Если он там книг не перечитал никаких, то есть это просто практически половина хп. МК ждет, когда у него накопится мана на молоток и готов заряжать. Кажется, готов. Есть, бах, но не туда. МК уже шестой. За Казмодан. Но маны нет, чтобы заказмоданить ультимейтем. Минус магическая вышка. Продолжает давить, ничего не боится. Причем денег на руках огромное количество. Все уже разуплотнел. Хла проигрывает. Уже очевидно, что ему тут вытащить будет крайне сложно. Брейкера это единственное, кто что-то может сделать с Малтон Кингом. Приходит молодой Малтон Кинг Хлы с первым молотком с несущественным запасом. Ну, хотя бы 215 маны, 225 маны. На три молотка хватит, плюс регенчик там второй. Ну, все равно это не тот молоток, но этого хватает, чтобы отбиться на некоторое время. Да, 7 на 30, 210, а не 180. Да, я почему-то на 6 3 умножил. Ну, тут сложно найти логику в таких ошибках. просто, просто плохо. Посчитал. Примерно и так сойдет и неправильно. Сплтбрекера недоконтроливает Хла. Мне бы в магазин сбегать сейчас Малтон Кингом реген и пару бутылок маны купить. Этого должно хватить для того, чтобы нормально в следующее сражение провести. Чтобы можно было и ульту прожать, и после ульты выпить второй бутылок маны на два молотка, ну и чтобы зайти в сражение уже с каким-то запасом маны благодаря регену. То есть это все средства, которые окупятся столицей и надо тратить, надо тратить не жалея бабла. Паладин делается, тут молодой архмак, главный чтобы ты зарплату считал правильно. Там бывает тоже ошибаюсь. Но слава богу у нас люди понимающие. Вот. даже если больше отправляю, честно говорят, что отправил больше, но они не вернут. Не купил ману, я не знаю, почему не купил ману. У тебя косарь на руках, а ты брезгиваешь бутыльками. Не ясно. МК седьмого левла. Седьмого левла МК. Мортира отстреливают эксп. Конечно, нужен тп, будет тп. Телепорт пошел от хлы. Мортиры увидели, свалили. А он, кажется, не хочет просто сражаться. То есть, а нет, уже вышел из лимита. Тогда подкрепы надо брать. Рифлы? What? Грифонов боится. Другим другими юнитами контрить не хочет. Ну, типа там вертолетов построить. Вертолетов нужно масса хорошая. Но начал строить вертолетиков, да. Просто рифлы на Т3 юнит такой странный. потому что кони, мортиры, какие рифлы. О, став. Откидывает в паладину, паладину сразу молотка тоже одного хватает. Больше третьих хп слетает. 650 хп. 76 лимита. 75. Третью базу не решил составить хла. в общем-то и правильно. У него нет такого, нет в принципе преимущества. То есть у них скорее всего по армии ровно все, а по героям он проигрывает по уровню. Поэтому ставить базу в такой ситуации наверное очень рискованно было бы. Атьяш идет в бой. Подрезает одного коня, там став готовится видимо. что, все-таки нычку будет ставить? Хотя сейчас 81 лимит и 81 это, конечно, уже такой госу лимит, можно сказать. Такой постоянный. Хайп кип, колоссальный штраф, нужно кого-то убить. Подрезаю сейчас Огра. Огра телепортируется быстро. Ай, грифона там лечат. Молоток в него кидали. Став не сработал. За Казмодан МК разуплотняет. Налево, направо в грифонах молотки кидает. Можно палочку с этим очкануть. Например, если он все еще первого левела. А, там просто минус база. Да, Палыч правда Тяшевского пытаются отстрелить. У него очень много маны. И тем обиднее его, конечно, терять. Палыч получает трой левел. Это диван. Диван щилд включается. Рифлов режет. Архмага тоже жалко. И телепорт. На телепорте уходит Тяш. 65 лимита. Эксп разрушен мортирами. А тут 62 лимита ухлы. Не так уж и плохо. Я думаю, что будет очевиднее. Результаты сражения будут очевиднее. Ну, вертолютики выжили. То есть, грифонов, грифон там один есть, но строить желание особо больше грифонов как-то уже и нет. Можно самому Тяшу попробовать, наверное, одну петухарню построить и начать добавлять грифонов. как раз исходя из логики, что там кони по воздуху ты уже молодец. Но, с другой стороны, в такой логике часто танки появляют, при такой логике могут танки появиться. Хотя, вряд ли, это же дуэльки. Это же не сумасшедшие ффа. Но, грифон, да, грифон, 1-2 грифона могли бы здесь очень сильно помочь. Элементария третьего левела отлично, наносит урон, отлично танкует, престов нет, то есть, с лемами реально справляться практически нечем. Кстати, грифоны тоже как-то не странно, то есть, они друг друга контрят. МК кидает молоток в Архмага, Архмага лечит, идет сумасшедший контроль, я не успеваю следить за этим безобразием, битые кони, битый паладин, Палыча стафают, там справа Архмага бомбят вертолеты, у Архмага очень мало хп, кстати, есть маны на молоток, можно попробовать кинуть, нет, инвол пошел, у Архмага Палыча можно убить, падает МК, падает Палыч, это ГГ, 2-0 тяж, чемпион, да? Да, безусловно, Архмага еще добить, вообще всех, всех убил, 3 молотка, 3 трупа у него было, да, он такой, он такой, наверное, против МК надо думать о Бладмейдже вторым, чтобы лишать его маны, хотя, если там ультимейт, то банишь тебе не поможет, так, запись режу, и переходим к следующему матчу, к следующему матчу, к следующему матчу, к следующему матчу, к следующему матчу,